Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый вечер! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Однако ГАИшники продолжают штрафовать водителей Вот объясните, пожалуйста, как это сейчас? Ну и ГАИшников уже нет, но сотрудники административной полиции продолжают штрафовать водителей Тонировка. Что можем ответить тем людям, которых штрафуют за тонировку? Есть ли статья в кодексе об административных правонарушениях? Ну, конечно же есть статья Я, как уже сказала недавно Предусмотрена статья 827 Кодекса об административных правонарушениях, где сказано, что любой гражданин в случае своего несогласия с меняемым правонарушением вправе обжаловать либо действия органа по административному производству, либо само постановление в судебном порядке, либо в тот орган, который вынес постановление уже. То есть судья не может вынести неправомочное решение, она же руководствуется статьями с законодательством. Судья, конечно, вершит правосудие, там всегда участвуют прокуроры, зачастую. Если заявитель уже не согласен даже с судебным актом, он всегда может обратиться уже за помощью прокуратуры. Я понял, что мы немного недоговорили все-таки о вашей деятельности в сфере административного правопорядка, что было сделано все-таки за прошлый год, и стало ли чище на улицах нашего города, что можно отметить после проведенной работы? Ну вот вы знаете, вот когда мы на процессах участвуем же часто, да, правонарушители, которые приходят, вот которые бросали мусор и так далее, они, как правило, всегда почему-то вину признают. Такого нет, чтобы они отрицали вменяемое правонарушение. И поясняют это всегда тем, что они не знали о том, что это запрещено, либо просят их, ну так условно сказать, простить, потому что первый раз они совершили это правонарушение. Вот на что мы на это всегда говорим? Мы вот и на своем ведомственном сайте активно пропагандируем правовую культуру. И через средства массовой информации доводим до сведений, что бросание бытовых отходов в любых неустановленных местах образует состав административного правонарушения, предусмотренного в статье 434 административного кодекса. И там немаленький штраф есть, 20 тысяч тенге, либо вообще арест до 10 суток. Знаете, вот вроде бы мелкое правонарушение выбросил фантик от конфеты мемуарной, но меня больше пугают, когда вот те же люди, которые совершив и видят, что за это их не наказали, они сливают не в те отходы, не в те места, как говорится, где должны храниться нефтешлам, а выливают их на земли сельхозназначения. Я знаю, что прокуратура добивалась решения таких вопросов. То есть начиная с малого, потом заканчивается совсем печально для нашей экологии. Ну, данным вопросом, конечно, безусловно, прокуратура занимается, экология является одним из приоритетных направлений. Данный вопрос подведомственен природоохранной прокуратуры Западно-Казахстанской области. Скажите, каким образом взыскиваются штрафы? Я знаю, что сейчас на уровне правительства даже говорят о том, что штрафы следует снизить. Из чего исходят все-таки мажористмены и представители нашего правительства из-за того, что низкая взыскиваемость штрафов. Или все-таки большая сумма штрафов не гарантирует, что человек в следующий раз не совершит правонарушение? Действительно, очень много налагается штрафов, поскольку и совершается правонарушение административных. В настоящее время на территории города у частных судебных исполнителей свыше 10 тысяч таких документов на исполнение, которые не находят своего логического завершения. Ранее указанной категорией занимались государственные судебные исполнители. Сейчас полностью переданы в частный сектор. Какие принимаются меры? Перечнем статьи 32 закона Республики Казахстан об исполнительном производстве статуса судебных исполнителей предусмотрен целый комплекс мер воздействия на должника. Но самыми популярными у нас все-таки по-прежнему остаются. Это и обращение взыскания на зарплату, это аресты и ограничения в пользу недвижимым и недвижимым имуществом, ограничения права выезда за пределы Казахстана и приостановление водительского удостоверения. Когда такие меры принимаются, в принципе, уже должник идет добровольно оплачивать. Кроме того, нами прорабатывалось в текущем году вопрос, возможность передачи данных функций органу полиции, чтобы орган полиции оказывал содействие частному судебному исполнителю, поскольку у них много таких возможностей, которые не наделен в соответствии с судебным исполнителем. У них целая армия участковой инспекторской службы, которые знают, где должник живет, чем занимается, где работает. И после длительных переговоров среди правоохранительных органов судебного корпуса инициатива прокуратуры города на сегодняшний день поддержана. И всем полицейским указаны на необходимость отработки тех штрафов, которые они сами наложили, вплоть до привлечения должников к административной ответственности. предусмотрена она в статье 669 кодекса, и там тоже, соответственно, есть штраф, либо арест до 5 суток. Несколько лет назад, я даже помню, практиковалось, в газетах печатали фамилии должников, закон услуги и тех, кто не оплачивает долгое время. Сейчас это уже запрещено или возможно такое тоже? Ну, все-таки публикация таких сведений – это персональные данные, поэтому есть определенная категория дел. Вот, например, алименщики, да, должники, там государство оказывает всяческое содействие тому, чтобы права несовершеннолетних лиц не нарушались. Поэтому, в принципе, по алиментным платежам мы стараемся публиковать, немножко, так сказать, пристыдить. У нас есть телефонный звонок от наших телезрителей, давайте послушаем, говорите в программе «Чистотуз», задавайте свой вопрос. Я вот хочу задать ведущему такой вопрос. У нас, у нас начинается весна, весь проспект заплеван, никакой культуры. Почему не берут с них штраф? Спасибо, что вы так волнуетесь за экологию нашего города. Благодарим вас за то, что вы позвонили. Кому обращаться, кому жаловаться, людей волнует. Вот программа «Проблемы Чистоты». Знаете, на самом деле, ежедневно специализированный административный суд рассматривает порядка 30 дел данной категории. Вот именно по плевкам, по бросанию мусора, бычков, сигареткам и прочее. Что нужно для того, чтобы доказать правонарушение? Что нужно сделать? Основная масса таких правонарушений выявляется там, где установлены камеры, видеокамеры, либо где десталлоцированы участковые инспекторские службы. Потому что, соответственно, сотрудник сам выявляет правонарушение, составляет. Ну и сами граждане могут обращаться на телефон доверия, могут обращаться в полицейскую службу. К тому же участковому инспектору могут обратиться, сфотографировать, просто зафиксировать и позвонить. Ну я, знаете, недавно наблюдал такую интересную тенденцию, когда возле УВД города Уральска к полицейскому подошел мужчина и спросил, а где у вас здесь можно перекурить? То есть он уже понимает, что ответственность может грозить. И полицейским просто сказал, лучше, пожалуйста, не курите нигде. Видите, как благоприятно. То есть человек уже понял, что можно получить штраф, и он уже думает. Ну на самом деле очень большое количество через суд проходит людей ежедневно. Просто обыватели об этом не знают, наверное. Люди начали все-таки осознавать. Да. Скажите, в каких делах участвует прокуратура в гражданских судах, и какие дела остаются актуальными в настоящий момент наиболее? Прокуроры у нас вступают в процесс по гражданским делам, когда затрагиваются интересы государства, когда требуется защитить права граждан, которые не способны самостоятельно отстаивать свою позицию в суде, либо когда участие признан необходимым судом, либо вышестоящим прокурором. Много жалоб и исков на сегодняшний день поступают в суды по жилищным спорам. И в этой связи нами уделяется большое внимание законности в данной сфере. В основном это иски граждан по вопросам снятия с учета в качестве нуждающихся в получении жилья из государственного жилищного фонда. Согласно статей жилищного кодекса 67-68 предусмотрен перечень лиц, которые вправе претендовать на получение жилья от государства. Но законодатель также предусмотрел и основания, когда этих граждан следует снимать. То есть если отпали основания, если приобрел уже жилье, не дождавшись... То есть после этого происходит инвентаризация, да? Да, вот ежегодно проводится инвентаризация. Не совсем, конечно, так полнота обеспечивается, как бы хотелось бы. Поэтому граждане зачастую иногда даже не знают, что их сняли с учета. Потом через 2-3 года приходят в суд и, соответственно, уже подают жалобу. Вот когда рассматриваем, мы все эти аспекты, конечно, учитываем. Есть ли у него жилье, не отпали ли основания. Если, соответственно, не дождался человек, уже купил сам на своей средствовую квартиру. Поэтому снятие с учета тут обосновано. Телефонный звонок, позволю себе вас перебить. Приоритет у наших телезрителей сегодня. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Алло. Да, да, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос прокурору города, который начальник отделов. Какой помощь сотрудники полиции оказывают частным судебным исполнителям по выполнению исполнительных листов? Должны оказывать сотрудники полиции, если не являются должниками к исполнителю, по вызову? В какой форме оказывается помощь частным судебным исполнителям полицейскими? Звонивший, кажется, очень сведущий в этой сфере. Полицейские с нынешнего года, как я уже сказала, нами эта практика поддержана прокуратурой. Прокуратурой оказывает помощь такую, домовые обходы, истребование сведений о наличии заработной платы. И впоследствии, если должник уже видит, что он уклоняется приметам и имеет какие-то средства к погашению, может составить протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 669 административного кодекса. Когда весь этот комплекс уже принят мер, и полиция уже исчерпала свои возможности, исполнительный документ передается уже в производство частного судебного исполнителя. Вы сказали о работе по взысканию алиментов. Насколько это актуально? Снижается ли задолженность по алиментам? Есть ли результаты работы прокурорской? Результаты, безусловно, есть. Если говорить цифрами, на сегодняшний день на территории нашего города таковых документов исполняется порядка 5000. Половина из них должники, которые... Не должники, а лица, которые добровольно оплачивают алименты. Алименты находятся на периодическом удержании, взыскиваются заработной платой. Другую половину можно смело назвать должниками, это лица, у которых есть задолженность. В настоящее время в Генеральной прокуратуре реализуется проект, называется он «30 шагов по уплате алиментов». В рамках данного проекта предусмотрен целый комплекс мер, так сказать, воздействия и сокращения вот этого количества документов, по которым образовалась задолженность. В рамках данного проекта мы всячески воздействуем на должников, принимаем меры по аресту имущества, выявляем его имущество, пытаемся в некоторых случаях даже трудоустроить должника, чтобы впоследствии какие-то там деньги уже начинали капать. Но если уже никакие меры не помогают, то уже наступает административная уголовная ответственность. По вашему опту, исходя, когда происходит арест, человек одумывается, понимает, что можно угодить за решетку и как-то делает шаги навстречу? По моему личному мнению, видится так, что это самая действенная мера к должнику. Вот когда возбуждается уголовное дело в отношении должника, есть такая статья даже 139-го уголовного кодекса, предусматривает ответственность, когда должник уклоняется от алиментов более трех месяцев. Должник уже, видя, что наступают какие-то для него неблагоприятные последствия, судимость и так далее, сразу какие-то деньги находит. Сразу приходит, оплачивает эту задолженность и примеряется взыскателем. Ну вот недавно проводилась ярмарка вакансий, и было отчетливо видно, что есть вакансии. Если человек способен работать, то он может заработать для того, чтобы перечислить алименты своим детям. Ярмарка вакансий была проведена по нашей инициативе, проводили ее совместно с Центром занятости. Было предложено свыше 400 должностей, и действительно была очень в этом году большая явка. Почти 100 должников мы взяли на учет, половина из них уже трудоустроена. У нас осталась буквально минута. Я напомню, что у нас в гостях был начальник отдела по надзору законных судебных актов и исполнительного производства по гражданским административным делам прокуратуры города Уральска. Я, Сия Шаукатана, пару слов к тем, кто может попасть под категорию оштрафованных. Как не допустить все-таки этого, и советов водителям, как оплатить все-таки штрафы. Ну, какие могу я советы дать? Каждый человек, естественно, не застрахован, но если уже наступили такие последствия, попал человек в административное производство, например, то должен всегда знать о своих правах, о том, что он имеет право всегда обжаловать в судебном порядке, имеет право обратиться в прокуратуру. И если уж он признает свою вину, согласился, то мой личный совет – оплатите добровольный штраф, установленный в законном сроке. Потому что, когда частный судебный исполнитель берет себе в производство, он еще дополнительно взыскивает свои расходы. Поэтому, наверное, тут легче уже уберечься, заплатить свой штраф и все. Все наше время, к сожалению, истекло. Я благодарю всех телезрителей, кто оставался с нами все это время. Всего вам самого доброго. Встретимся в следующий четверг в программе «Частоту» в это же самое время. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова